Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель около 45 миллионов рублей. Его можно видеть здесь на канале по субботу. Одна из перспективных сфер для инвестирования – рынок облаков и IT-инфраструктуры. До 2025 года эксперты прогнозируют его рост на 30% ежегодно. Selectel – российский независимый провайдер IT-инфраструктуры, лидер рынка приватного и Бэр Метал Облака. Продукты Selectel, выделенные серверы и облако собственной разработки помогают обеспечивать стабильную работу любых IT-сервисов. У компании 23 тысячи клиентов, среди которых ВК, Самокат, Нетология и другие. В середине сентября компания планирует разместить облигации на московской бирже, сбор заявок уже открыт, выпуск привлекает внимание в первую очередь потому, что компания существует уже давно и растет, обгоняя рынок. Например, за первое полугодие 2022 года рост выручки достиг 64%, при рентабельности в 53%. Чтобы узнать больше о компании Selectel и ее финансовых показателях, переходите по ссылке в описании. На данном этапе продажа энергоносителей пока еще остается на таком высоком уровне, что поток денежных средств от этих продаж обеспечивает существенный профицит российского торгового счета по экспорту. Собственно говоря, так было и до начала известных событий в феврале текущего года. Но раньше профицит, то есть лишняя валюта, выводилась с валютного рынка с помощью бюджетного правила. Сейчас, с марта, резко был потерян смысл накопления долларов и евро на счетах, фондах и золотовалютных резервах. Как раз после блокировки части золотовалютных резервов России. И лишние доллары и евро вынуждены болтаться были на валютном рынке. Именно поэтому курсы этих валют так стремительно снижались. Но данное видео не об этом. Хотя все, что я сейчас рассказал, непосредственным образом относится к теме сегодняшнего ролика. Так вот, получается, что сейчас нефть и газ обеспечивают России существенную финансовую устойчивость. Пока обеспечивают, но есть проблемы, и они усугубляются. Начну с бюджета Российской Федерации, а потом по очереди пройдусь по нефти и газу, все это взаимосвязано. Поехали. Финансы власти рискуют столкнуться с серьезными трудностями при наполнении бюджета при низком курсе доллара и евро. Именно поэтому курсу доллара не позволили слишком долго находиться вблизи отметки 52 рубля. В принципе, проблему наполнению бюджета решить не очень сложно именно регулированием курсов доллара и евро. Например, через кросс-курсы дружественных валют. Я уже об этом говорил много раз. Но здесь в этом деле есть свои минусы, связанные именно с этими дружественными валютами. Тут сразу всплывают вопросы надежности этих самых валют, чрезмерного их укрепления из-за повышенного спроса, и как следствие недовольства соответствующих стран, центробанков этих стран. Есть минусы, связанные и с другими рисками управления курсами ключевых валют. Поэтому действовать здесь придется осторожно и учитывать множество сопутствующих нюансов. А действовать реально придется. Бюджет страны под угрозой. И я к этой теме еще вернусь сегодня чуть позже. Поймете почему. А теперь перейду к перспективам нефти и газа. Это самое интересное. Расскажу про опасные тенденции. Но сначала порекомендую подписаться на мой основной бесплатный телеграм-канал. Это и полезно, и удобно. Но подписывайтесь только по моей ссылке, чтобы не нарваться на мошенников. Продолжаю. Про нефть. Уже в декабре европейцы планируют очень объемно отказаться от российской нефти. Думаю, понятно, что к тому времени, или сразу после масштабного вот этого отказа европейцев, российским нефтяным компаниям нужно будет успеть существенно переориентировать нефтяные потоки на другие рынки. Преимущественно, конечно же, азиатские. И здесь важно понимать и учитывать детали. Ведь в любом случае при переориентации возникнут дополнительные логистические расходы. В любом случае это будут существенные скидки. Мы все это уже видим. Но самое неприятное возникнет тогда, когда цена нефти на мировом рынке начнет снижаться. А рано или поздно текущий энергетический кризис успокоится. Мы уже сейчас видим некоторые снижения по ценам на нефть. А из-за прямой конкуренции с другими нефтяниками других стран, из-за того, что мы давали скидки азиатским покупателям, цены на энергоносители в этих регионах снижаются. Иран и Саудиты тоже начали давать скидки китайцам и индусам. Ну, в общем, там закрутилось. Все эти процессы могут очень сильно осложниться при введении предельных цен на закупку российской нефти. Причем страны Большой Семерки планируют втянуть в это дело, в это соглашение и другие страны и регионы. Китай вроде как пока отказывается от предельных цен, а Индия готова обсуждать введение таких ограничительных цен, но правда с определенными условиями. Интрига нарастает. Все эти санкционные или просто ограничительные меры направлены на снижение доходов России от продажи нефти. И они вполне могут достичь своих целей. Может, не максимальных, но хотя бы частичных. Это реально. В общем, перспективы по нефти пока не очень. Снижение в будущем объемов продаж и цены продаж вполне могут добавить проблем российской экономики, к сожалению. Ситуация будет зависеть прежде всего от поведения некоторых стран, участвующих в нефтеобороте. И речь здесь не только о Китае и Индии, Саудовской Аравии, а и, например, о Греции, через которую проходит много российской нефти. От поведения Ирана, Венесуэлы и так далее. Кстати, как побочный результат усиления проблем со сбытом российской нефти, мы, скорее всего, увидим заметный рост курса доллара в будущем. Ну и евро и юани, конечно же, тоже. А бюджет, как и ранее, снова начнут наполнять с помощью постепенной девальвации рубля. Ну, в общем, не зря я начал данный ролик со связью бюджета, энергоносителей и курсов валют. Я, конечно, не обещаю девальвацию, но это вполне реальный вариант развития событий. Если вы считаете иначе, то пишите в комментариях и подтягивайте, пожалуйста, к этому аргументацию. Почитаем. Далее, что с газом? С газом все проще и одновременно сложнее. На данном этапе без газа Европе будет совсем тяжело, а зимой еще хуже. Однако идет время, европейцы ищут альтернативные варианты поставок газа. Прежде всего, это СПГ, сжиженный газ. Известно, что СПГ – дорогое удовольствие, особенно от американцев, но Европа, похоже, готова платить. Там вполне могут выделить на это деньги и уже уделяют. Евросоюз не сможет быстро отказаться от российского газа. В текущем году даже нет и речи об этом, а в следующем только частично. Но общий вектор взят именно на замещение российского газа в обязательном порядке с течением времени. И я думаю, что такое настроение не поменяется даже после прояснения основного геополитического вопроса. Остановки или приостановки прокачки газа по северному потоку в конечном счете приведут к тому, что Европа постарается максимально минимизировать свою зависимость от российского газа. Кстати, перенаправление газовых трубопроводных поставок на другие рынки – дело еще более сложное, чем с нефтяными танкерами. К тому же, с производством СПГ у нас не все хорошо, могут возникнуть проблемы и с оборудованием для вот этого производства. В любом случае, с завода по сжижению газа надо строить, а это большие будущие вложения, затраты, инвестиции. Вот, что получается у нас по нефти и газу. Выходит, что в будущем обстоятельства могут сложиться так, что нефтедолларов, входящих в страну, станет существенно меньше, причин я обозначил выше, и объемы газовых продаж тоже продолжат снижаться. Такое вполне может начаться с декабря. В этом месяце Европа более активно откажется от нефти. Скорее всего, но если начнут замерзать, то процесс чуть более растянется во времени. Проблемы могут начаться и раньше декабря, так как северный поток газпромовские периодически останавливают или заметно придушивают. А обсуждение предельных цен на нефть, судя по риторике Запада, подходит к логическому совершению. Таким образом, поток нефтегаза-долларов в страну может сократиться быстрее и сильнее, чем мы предполагали еще недавно. А чуть позже в декабре добавится еще и дополнительный негатив, о котором я уже сказал, то ситуация еще усугубится. Если к тому времени мировые цены на энергоносители сумеют показать стабилизацию и некоторый откат к нормальным уровням, что, как вы понимаете, вполне вероятно, то российские проблемы станут реальностью. Увидим новые курсы валют при таком раскладе. В этом рассмотренном случае также не исключаю такого расклада, при котором продаж нефти, газа, металлов и других сырьевых товаров будет не хватать для поддержки развития экономики и нормального уровня жизни в стране. Многое будет зависеть от дальнейших санкций, негативный эффект от которых, как вы понимаете, будет растянут во времени. Также многое будет зависеть от поведения некоторых стран, в том числе и тех, которые сейчас уходят в существенные объемы российской нефти. От стран, через которые будут мутиться схемы параллельного импорта и так далее и тому подобное. От геополитики и финансово-экономического блока правительства Российской Федерации. Нам обязательно нужно развивать внешнюю торговлю и делать зависимость бюджета от энергоносителей менее устойчивой и обременительной. Будущие проблемы с нефтью и газом – это не только вызов, но и возможность наконец-то уйти от зависимости, соскочить с нефтяной иглы. Сделать что-то свое серьезное, мощное, эффективное, массовое, общепризнанное. Импорт и замещение – это, конечно, хорошо, но это скорее защита, а не двигатель прогресса. Главное, чтобы страна не закрылась полностью, особенно технологии. Ну а на сегодня это все. Всем здоровья мира и да пребудет с вами сила сложного процента.